Привет, друзья! Вы смотрите очередной 29-й выпуск Астрообзора. Подборка интересных космических событий за последние пару недель. Я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Когда я уже написал об этом в сценарии для обзора, после мне начали скидывать новости о дырке в Млечном Пути разной степени желтизны. Ну, давайте разберемся, что это такое за дыра в нашей галактике. На этой схеме изображено три звездных потока, открытые еще в 2007 году. Вообще, большая часть известных звездных потоков открыта сравнительно недавно, еще в 2000-х. Звездный поток — это узкая вытянутая полоса звезд, движущихся вместе вокруг центра галактики. Такие потоки образуются в результате гравитационного взаимодействия карликовых галактик либо шаровых скоплений с нашей галактикой. Хотя потоки известны не только в Млечном Пути. Два меньших потока на этом изображении, вероятно, останки шаровых скоплений, а большей — карликовой галактики. А это уже изображения северного и южного неба по данным Слоуновского цифрового небесного обзора. С помощью специальных техник была отфильтрована большая часть звезд Млечного Пути на переднем плане, в результате чего мы достаточно четко видим несколько звездных потоков. И сегодня нас интересует поток в северном небе GD1. Этот поток, вероятно, образовался именно из шарового скопления. Предполагается, что распределение звезд в таких потоках должно быть более или менее равномерным, но на деле это не так. Ранее уже выходили статьи, в которых изучались пробелы и неравномерность плотности звезд в потоке GD1. А в прошлом месяце на конференции Американского физического общества рассказали о находке, основанной на наиболее детальных данных. Ожидается, что в потоке может быть один крупный пробел в месте, откуда звезды начали движение. Однако в этом потоке обнаружен и второй большой пробел. Здесь снизу показана компьютерная модель, как должен выглядеть поток, а сверху, как он выглядит на самом деле по данным телескопа Гая и панорамного обзора PanStars. Ну и мы, собственно, видим неравномерность распределения звезд и пробелы. Но откуда же взялся этот неожиданный пробел? Что-то очень массивное должно было пройти сквозь поток в прошлом, и по оценкам ученых, масса этого импактора должна составлять более миллиона солнечных. Такой массой может обладать сверхмассивная черная дыра. Однако никаких следов еще одной сверхмассивной черной дыры в области нашей галактики обнаружено не было. Вообще не удалось увидеть ничего, что могло оставить эту прореху. Пока не удалось. Еще одним очевидным кандидатом является крупный сгусток темной материи. Ее как раз мы не можем увидеть в электромагнитном диапазоне, но зато она может оказывать именно такое гравитационное воздействие. Предыдущие опубликованные исследования также упоминали темную материю в контексте неравномерности распределения звезд в этом потоке. Хоть и не обязательно, что это именно темная материя, все же подобные находки и дальнейшие исследования могут стать дополнительными свидетельствами в пользу ее существования. Не так давно, в 2015 году, в созвездии Большой Медведицы была открыта звезда J1124-4535. На небе она находится в этой области, однако невооруженным глазом ее не увидеть. Удалена она от нас на десятки тысяч световых лет и располагается в гало нашей галактики. И не все с этой звездой так просто. Об этом вышла статья в журнале Nature Astronomy. После обнаружения на телескопе Ламост в Китае и наблюдения в более высоком разрешении на телескопе Subaru, спектроскопические данные показали, что в составе этой звезды необычно низкое содержание магния и наоборот высокое содержание Европе. И такое сочетание необычно для звезд нашей галактики и наоборот характерно для карликовых галактик. Судя по всему, эта звезда сформировалась в другой галактике, а после столкновения стала частью нашей. Это еще одно доказательство, что в прошлом с Млечным путем сталкивались карликовые галактики. Две предыдущие новости так или иначе затрагивали тему столкновения меньших галактик с Млечным путем в прошлом. Следующее исследование рассказывает о еще одном подобном событии. Ученые из Института космических наук Университета Барселоны проанализировали данные телескопа Гая по 3 миллионам звезд. Информацию о расстояниях, цветах и звездных величинах. Вот использованные звезды, наложенные на схему галактики. И ученые пришли к выводу, что где-то 2-3 миллиарда лет назад в нашей галактике произошел всплеск звездообразования вот в этой области. Это карта Млечного пути из наблюдений телескопа Гая. Для образования звезд нужен газ, и со временем он заканчивается. И такой всплеск формирования новых звезд в тот период времени требует внешнего источника большого количества газа. И вероятнее всего это было столкновение галактики спутника с Млечным путем, что и привело к формированию множества новых звезд. СМИ и различные интернет-ресурсы часто любят пугать нас новостями об очередном астероиде-убийце. Вроде той новости, о которой я недавно рассказывал. И всегда эти новости оказываются фальшивками. Но это не значит, что угрозы не существует вообще. Поэтому космические агентства работают над системами защиты нашей планеты на случай обнаружения объекта, который может столкнуться с Землей. НАСА активно ведет работу над миссией DART, которая будет запущена уже в 2021 году, а первое испытание на реальном астероиде будет в 2022 году. Суть миссии заключается в следующем. Аппарат отправится к двойной системе небольших околоземных астероидов D-DIM, которые не представляют опасности для Земли. Система состоит из более крупного астероида D-DIM-A диаметром около 800 метров и намного меньшего астероида спутника D-DIM-B. Аппарат должен столкнуться именно с меньшим телом и тем самым попытаться изменить его траекторию. А следить за поведением астероида будут с Земли с помощью мощных телескопов. Была выбрана именно такая двойная система, потому что намного проще пронаблюдать изменения в орбите такого небольшого объекта в двойной системе, чем одиночного астероида на орбите вокруг Солнца. Перед тем, как аппарат DART врежется в астероид, от него отсоединится кубсат, который будет наблюдать и фиксировать столкновения со стороны. Собранные данные позволят ученым лучше проектировать миссии по отклонению уже потенциально опасных астероидов к будущим. И очередная подборка космических изображений. Это изображение я уже показывал ранее. Первое панорамное селфи аппарата InSight на Марсе. На нем можно видеть аппарат целиком. А теперь он сделал вторую такую мозаику. Мы уже видим, что с аппарата сняты установленные на поверхность планеты инструменты. Также аппарат уже покрыт тонким слоем пыли. Ветер, скорее всего, очистят панели в будущем, но у аппарата в любом случае есть резервные мощности. А это таймлапс спутниковых изображений за 11 лет высыхающего Аральского моря. Еще один таймлапс из спутниковых снимков. Это появляются все новые участки круговой ирригации в египетской пустыне. Каждый такой круг 800 метров в диаметре. Мы следили за судьбой разбившегося на Луне израильского аппарата Берешит. Теперь аппарат НАСА ЛРО заснял место его крушения. Вот анимация эскадров до и после столкновения. А это обложка свежего выпуска журнала Science, в котором опубликовали обзор данных и выводов после пролета аппарата Новые Горизонты мимо объектов Ультима Тули. А это уже сам снимок в хорошем разрешении. Сам объект имеет явный красноватый оттенок, как многие объекты пояса Койпера. Я уже публиковал эту панораму во вкладке Сообщества, но хотел показать и в видео. Это панорама Луны из 66 фрагментов в огромном разрешении, сделанная астрофотографом Дмитрием Селезневым из DS AstroTeam. Я оставлю ссылку на их сайт, где вы сможете рассмотреть панораму в деталях. У них, кстати, есть еще отличный канал, ссылку тоже оставлю в описании. Подписывайтесь. Для проверки и подтверждения современных представлений о формировании и эволюции Луны очень важно исследовать образцы ее мантии. Советские и американские миссии, что доставляли на Землю лунный грунт, не смогли добыть образцов именно мантии. Но вполне возможно, что совсем не обязательно бурить поверхность Луны, чтобы изучить образцы мантии. Столкновения крупных объектов с Луной в прошлом могли быть достаточно мощными, чтобы пробить кору и поднять часть мантии на поверхность. Отличным местом для поиска образцов мантии является один из крупнейших известных кратеров в Солнечной системе бассейн Южный полюс Эйткин диаметром около 2500 километров. Вот компьютерная симуляция в разрезе столкновения крупного астероида с Луной, в результате которого появился кратер. Мы видим, насколько событие было катастрофическим. Если вы регулярно смотрите мои астрообзоры или просто следите за новостями космоса, наверняка вы уже догадались, к чему я веду. Конечно, я о китайском аппарате Чань-Э4 с луноходом Ю-Ту-2, которые стали первыми аппаратами, совершившими мягкую посадку на обратной стороне Луны в кратере фон Кармен, который в свою очередь находится внутри того самого бассейна Южный полюс Эйткин. Луноход Ю-Ту-2 с помощью спектроскопии обнаружил минералы, которые сильно отличаются от типичного лунного грунта на поверхности. Ученые предполагают, что это фрагменты мантии, и что они были подняты на поверхность в результате столкновения, которое образовало 73-километровый кратер Финсен поблизости. Данные указывают на наличие таких минералов, как оливин и пероксенов с низким содержанием кальция, и это совпадает с предсказаниями состава верхней лунной мантии и может служить доказательством в поддержку доминирующей модели формирования Луны. Джефф Безос, создатель Амазона, богатейший человек на Земле, а также основатель частной космической компании Blue Origin, о чьих успешных запусках в возвращаемых ступенях я уже рассказывал, представил полноразмерный прототип их посадочного лунного модуля Blue Moon. Представленный модуль спроектирован для доставки луноходов и крупных грузов на поверхность Луны, однако его можно будет модифицировать, добавив в сегмент для команды астронавтов. И, кстати, компания Blue Origin входит в 11 компаний, которые были выбраны НАСА для проведения исследований и создания прототипов модулей для новой программы исследования Луны Артемида. Как вы все помните, предыдущие миссии по доставке человека на Луну назывались Аполлон, а Артемида в древнегреческой мифологии – это сестра Аполлона. В рамках программы Артемида НАСА планирует вернуть человека на Луну уже к 2024 году. Аппарат Эдисей, который находится на орбите Марса аж с 2001 года, впервые запечатлел крупнейший из двух спутников Марса – Фобос в полной фазе. Сделал он это в видимом диапазоне, а также инфракрасной камерой. Это изображение тепловизора. И то самое, свежее изображение в полной фазе справа. Разный цвет показывает разную температуру на поверхности спутника. А вот уже анимация из снимков в видимом диапазоне. И в нижней части мы видим полную фазу. Температурные данные зависят в том числе и от того, каков состав поверхности спутника. И для изучения состава больше всего подходит полная фаза. Тогда как другие фазы, когда свет падает сбоку, позволяют лучше разглядеть текстуру поверхности. Комбинируя эти наблюдения, ученые могут получить лучшее представление о том, из чего состоит спутник. А это уже может помочь дать ответ на вопрос о его происхождении. Является ли Фобос фрагментом, отколовшимся от Марса, или же это астероид, захваченный гравитацией планеты? Ну и теперь рубрика Астромедия. Большинство тех, кто любит Звездные войны, наверняка уже посмотрели трейлер девятого эпизода Звездных войн. А знали ли вы, что помимо полнометражного фильма, еще готовится к выходу полноценный игровой сериал по вселенной Звездных войн? Называется он Мандалорец. Пока известно не так много деталей, есть несколько кадров. Известно, что главным героем будет одинокий боец Мандалорец. И действия разворачиваются примерно через пять лет после событий шестого эпизода «Возвращение джедая», но до седьмого эпизода. На Вики можно также посмотреть список известных актеров. Выйти сериал должен в ноябре этого года. Будете ли вы ждать выхода этого сериала, если вы, конечно, вообще смотрите Звездные войны? И что вы вообще думаете о современном состоянии франшизы? После последних двух фильмов было достаточно много споров. Напишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Буду очень рад и благодарен вам, если вы поддержите меня лайками и комментариями. Тогда этот ролик сможет увидеть намного больше людей. Если вы в первый раз на канале и вам понравилось, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне и всеми другими способами. Пока!